И каждый через это прошел, поэтому я не жалею, что это тоже время пришлось пережить, но брал самого опыта и в том плане, что самое главное, чтобы рядом тебя окружали родные и близкие, они были обеспечены и знали, что в ничем не нуждались, потому что ты не можешь делать свою работу хорошо, когда знаешь, что дома нечего покушать, не можешь обеспечивать, какая это работа, это только нервотропка. В первые дни спали в полицейском участке, два дня спали, ну там Мельца Трумбаев дал какие-то телефоны знакомых полицейских, они нас разместили у себя в участке двухъярусной, в дежурной комнате, два дня там спали, ну как-то надо попасть же на Олимпиаду, к ребятам ближе, он позвонил, говорит, что пойдемте, говорит, телефон у них есть, мы звоним, вот в Олимпийской деревне, выходите, там Тюмимбаев, Руслан, каната, давай бейджик принеси, он приносит каната, бейджик, я одеваю и прохожу через этот проверочный пункт, там было попроще, сейчас уже по-другому уже стало, сейчас не пройдешь. Так прошли деревню, там живем, жить негде, говорит, мест нету, что делают, мест нету, ну хорошо, бактавуль насырно, бактавуль, медкабинеты у нее, говорю, ты мне дай, говорю, я хоть здесь буду спать. Все, все, бесправильно, она мне пришла, и я на кушетке, там где массаж делай, на ней спал. О чем ты думал, прощаясь с ковром? Знаете, тот момент тоже... Тяжелый момент, да? Да, знаете, это всю жизнь, столько лет судил, как бы столько там друзей, бок о бок, вместе столько... Судейская, знаете, это тоже своя семья при Объединенном мире борьбе Рашфила была, Это тоже свой определенный какой-то круг, который только судьи и только судьи друг друга понимают. Вот тот момент, как будто у меня как будто это отняли, и слезы на глазах. Значит, тяжелый момент был. И все сделаем, чтобы всегда порадовать всех наших любителей, болельщиков, кто за нас болел, переживает. Мы только хотим, чтобы наш флаг развивался на мировой арене. Я говорю, и не только я, и все наши тренеры, и наши спортсмены то же самое хотят, чтобы так было. Спасибо. Продолжение следует...